Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Вторник, 10 июля. И перед ночем, как всегда, напоминаю, что если вам нравится формат данного видео, то не забывайте ставить лайк, а ваши вопросы писать в комментариях. Начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая у нас сохраняется. Сегодня мы торгуемся вблизи минимальных уровней вчерашней торговой сессии, но пока ниже отметки 1.1733 евро-доллар не ушел, что в свою очередь подтверждает на текущий момент сохранение восходящей тенденции. Цели роста – это уход выше максимума вчерашней торговой сессии и движение в области 1.1872. Ближайший разворотный уровень будем рассматривать на минимальных значениях как раз понедельника, которые были зафиксированы по цене 1.1733. По паре британский фунт – американский доллар. На текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Вчера была попытка, с моей стороны, присоединения к данному восходящему движению при коррекции, но ушли ниже уровня 1.3200. Отмечу то, что его не пробили, а просто прокололи и, собственно, затем вернулись обратно уже к концу торговой сессии. Но, тем не менее, пока по паре британский фунт и американский доллар остаюсь вне рынка. Ну, а общее направление сохраняется в восходящей тенденции. Движение – это область 1.3364 и следующее уже 1.3450. В свою очередь, если пара британский фунт и американский доллар сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3189, то после этого уже будем ожидать возобновления нисходящей тенденции по данному активу. По паре американский доллар и канадский доллар тенденция нисходящая сохраняется на текущий момент, но мы уже видим последние несколько часов торговлю вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3121. Если 10-часовая свеча, та, которая сейчас перед вами, закроется все-таки выше максимума, который был зафиксирован вчера по цене 1.3122, то в этом случае можем ожидать возобновления восходящей тенденции, ну или по крайней мере уже делать первые попытки присоединения к тенденции восходящей с целями роста до 33.90, ну и соответственно с ближайшим стоп-лоссом за минимум вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован по цене 1.3065. По паре американский доллар и японская ена перешли в фазу восходящего движения, пробили максимум, который был зафиксирован 6 июля, закрепились выше этого уровня вчера к концу торговой сессии и подошли к области сопротивления, который находится на максимуме 3 июля, от которого сейчас и отбиваемся. На текущий момент тенденция восходящая по данной паре сохраняется, присоединение является возможным на покупку, соответственно ближайший стоп-лосс располагается за минимальным значением вчерашней торговой сессии, от текущей цены это порядка 74 пунктов, поэтому если входить на покупку, то на мой взгляд разумно после коррекции, по крайней мере пунктов на 26.30-35 и это уже будет более интересно, ну и соответственно более сильное движение, более сильный импульс мы увидим в том случае, если пара американский доллар и японская ена сможет преодолеть область 111.13. По паре австралийский доллар и американский доллар вчера подошли к сопротивлению в области 74.83, сегодня также торгуемся вблизи данного уровня, но преодолеть его пока не можем, тенденция общего восходящая сохраняется и с ближайшей целью это как раз уход выше максимальных значений, которые были вчера в понедельник зафиксированы и после этого движение на 75.19. В рамках последней формации ближайший разворотный уровень пока оставляем все там же на минимальных значениях 6 июля, которые были зафиксированы по цене 73.75. По паре евро-фунт торговля в боковике в диапазоне, который оставляет порядка 100 пунктов, сохраняется. Вчера к концу торговой сессии мы пробили максимум, максимум 6 июля, закрепились выше этого уровня и сейчас уже вновь в рамках часового таймфрейма преобладает тенденция восходящая. Цели роста это уход выше максимум 8901 и далее движение по направлению на 89.70. Ближайший разворотный уровень, то есть тот уровень после преодоления которого мы будем уже рассматривать продажи по данному активу, находится в области минимальных значений понедельника, который был зафиксирован по цене 88.12. Золото на текущий момент продолжает тенденцию восходящую. Вчера от максимальных значений, которые были зафиксированы по цене 1265, скорректировались до уровня 1257. Сегодня с утра данные минимальные значения обновили, практически дошли до минимумов открытия понедельника, но тем не менее общие картины пока это не меняет. Важный уровень, который здесь, на мой взгляд, является актуальным по золоту, это область минимальных значений 6 июля, пятницы, которые были зафиксированы по цене 1252. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется, поэтому также вариант для просоединения на покупку по данному инструменту рассматривается с целями роста до 1265 и до 1274 соответственно. По нефтемарке Brent сегодня с утра мы торгуемся выше максимумов, которые были зафиксированы вчера, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения. Ну и, собственно, закрепление выше максимумов 5 июля-четверга прошлой недели даст уже больше шансов на возобновление роста по нефтемарке Brent. Ну и, соответственно, цели движения это область 79-78, и после этого уже откроются предпосылки на рост до 82. По индексу DAX здесь существенно ничего не меняется, тенденция восходящая сохраняется. Сегодня с утра уже обновили локальный максимум, движемся дальше по целям. Следующая область это 12806. Ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 12487. Ну и биткоин все-таки отбился от области сопротивления, которые мы отмечали ранее в области 6800 долларов за один биткоин, и сегодня с утра уже обновил минимальные значения, которые были зафиксированы вчера в понедельник, что в рамках часового таймфрейма нас первым фазу нисходящего движения, то есть по биткоину опять начинается фаза коррекции. Ну и, соответственно, следующие цели по снижению это область 6480, ну и на 5748 можем сходить. Поэтому для покупок пока еще нужно воздержаться, ну и, собственно, дальше уже смотреть, как данная ситуация будет развиваться. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайк, ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!